Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня у нас расклад называется Высший суд. Он затрагивает все сферы. И можете загадать период, допустим, на те события, которые по пунктам будут подразумеваться на будущее. 16 пунктов всего. И мы смотрим вас на Таро-Теней Дикого Леса. И на всякий случай для подстраховки лежит рядом еще колода Ленорман, если будут возникать дополнительные вопросы. Итак, погнали! Кстати, данный расклад вы можете заказать лично. Сначала мы выбираем сигнификатор. То есть, кто меня смотрит. Кстати, после этого, если не совпадает, можете не смотреть, чтобы не тратить время, если не резонирует. Кто меня смотрит? Сигнификация ваша. По семерке Пентаклей. А человек разочаровашка. Человек, который в чем-то разочаровался. Вот видите. Ничего не хочу видеть, хотя потенциалы есть. Вроде как и реализация есть. Но человек весь какой-то считает, что он много вложился, много в какой-то сфере чего-то себя отдал, из себя отдал, но не получил желаемого результата и разочаровался. Совершенно не понимая, что любой, а даже отрицательный результат, это результат, это опыт. Поэтому, дорогие мои, не стоит разочаровываться. Погнали! Сейчас мы смотрим вашу личность. Личность вопрошающего. По двойке Пентаклей. Сразу, знаете, из потока информации идет, а не весы или не близнецы, или меня смотрят. То есть люди, которые постоянно ищут баланс, постоянно, которые колеблются туда-сюда и трудно решаются на какой-то определенный выбор. Но, с другой стороны, вас можно понять, почему вы не можете сделать какой-то определенный выбор. Вы все-таки в разочарованиях. Кстати, могут земные знаки сейчас преобладать, либо люди, которые испытывают трудности принятия решения относительно какой-то финансовой сферы. Так вот, давайте смотреть вторым пунктом, что у вас с финансовой сферой. Так, а здесь по четверке пентаклей вылезает на поверхность жадность. Жадность. Вот видите, человечек сидит, денежки спрятал, не прятите ваши денежки там где-то по углам, спрятал и смотрит на них, а тратить жалко. Смотрите, если вам жалко тратить деньги, если вы действительно в себе ощущаете какие-то скупердианические черты, если они вот прям уже триггерят вас, то давайте как-то перестраиваться, потому что когда человеку жалко денег, деньги утекают еще быстрее. То есть, если вы скупы, если вы не получаете удовольствие от того, что тратите деньги, допустим, на себя в первую очередь, или на какие-то свои нужды, или на своих близких людей, то вы конечно же будете все время жить разочарованием. Окружение. Давайте смотреть ваше окружение. Каково ваше окружение? Что у вас с окружением? Окружение у вас по колесу фортуны, это старший аркан. Люди фартовые, то есть вы от них можете заряжаться энергетически. Люди, которые готовы вам подставить плечо, люди, которые готовы с вами взаимодействуют, которые готовы идти с вами шаг в шаг, в шаг, вслед, вслед, ноздря, ноздрю, люди, которые готовы с вами на край света. Ну, это уж я так загнула, может быть, никто не знает, где это красит, поэтому мне что там делать, оставайтесь здесь, среди фартового окружения. Ну, может быть, чрезмерно ваше окружение такое чрезмерно активное, и может быть, вы чувствуете себя не в своей отрелке, как-то отстаете. Дальше, четвертый пункт, вопросы о взаимоотношении с родом. Что у вас, какие энергии по взаимоотношению с родом? По пятерке кубков есть какие-то разочарования, есть какие-то недоработки, то есть род, с одной стороны, готов вас наполнять своей любовью, ведь род, это энергия, это не те люди, которые, допустим, там лежат на кладбище или еще там с вами продолжают бывать, общаться, да, это энергия, которые, энергия тех поступков, тех мыслей, тех жизней, которые люди оставили след, да, вот в пространстве. Так вот, у вас тут, либо вы разочаровались, ну, судя по всему, как-то, у вас, желание разочаровываться во всем идет, да, вот, разочаровались и не используйте потенциал своего рода, потому что на по пятерке кубков, да, кажется, что все пропало, что все пропало, и мы не наблюдаем, что там, где нам кажется, что все пропало, на самом деле, имеется потенциал, просто мы его не можем рассмотреть, поэтому, если вы будете чаще обращаться к своему роду, если вы проработаете со своими родственниками обиды, переживания, то, поверьте, вам станет легче, у вас вырастут крылья, и разочарование в вашей жизни убавится, ну, как минимум на 50%, здоровье, сфера здоровья, что происходит, а здесь маг, вышел карта, да, это человек, который сам управляет своим здоровьем, сам является себе целителем, да, это же все-таки колдун, или колдунья, ну, по колдунью, как обычно верховная жрица идет, но если мы смотрим, а здесь, кстати, здесь, кстати, девушка по магу идет, да, так вот, поэтому без разницы, тут гендерная принадлежность не рассматривается, тут мы смотрим сферу здоровья, то, что вы сами себя можете вылечить, главное, поверить в себя, и главное, найти нужные для этого инструменты, какие у нас инструменты, в первую очередь, я уже сколько раз говорила, и на стримах, везде, что все болезни образуются сначала на тонком плане, от наших мыслей, от наших сознательных и бессознательных мыслей, вот, если мы часто гневаемся, у нас может там образовываться какие-то камни, да, болит печень, там, если мы часто затыкаемся, бирот, у нас может болеть, что видна железа, болит горло, и так далее, если вас интересует психосоматика, можете набрать, погуглить, полуэзи-хей, самые точные психосоматические, вот, у человека идут заболевания, и проработать это, так вот, здесь вы сам себе целитель, я как далеко удалилась, для того, чтобы все-таки здоровье, это важная сфера, да, вот, здесь вы сам себе целитель, как вы себя будете настраивать, как вы себя будете позиционировать в своей голове, да, если вы считаете себя вечно больным и несчастным, вы так и будете и больным и несчастным, потому что подобное притягивает подобное, а если вы будете говорить себе, я сам себя могу исцелить, я знаю, как это сделать, да, искать к этому пути, то у вас все получится, следующая сфера враги и соперники имеются ли у вас враги и соперники это седьмой пункт расклада рыцарь пентаклей на тут какой-то мужчина не все влезает на рыцарь пентаклей это явно человек который вас может быть на чем-то либо останавливает либо денег не дает либо с вами за покупками не идет в общем это какой-то человек это может быть и мужчина это может быть и женщина мужских энергиях которые ну вот как бы тормозит вас по финансовой сфере бывают знаете мужья не дают женам тратить деньги зарплату то принести принесут а за каждую копейку начинают корить начинают осуждать на принципе женщин тоже таки бывают если меня мужчина смотрит поэтому тут вас кто-то ну вот лишает удовольствие от траты денег а ведь вы знаете ведь деньги это энергия и потраченные деньги с удовольствием они потом возвращаются в многократном увеличении запомните это существенные перемены вот как растут период и пригодится какие существенные перемены у вас ожидают так полу не велик риск каких-то оморочек и обмана будьте осторожны это не значит что нужно тотально не доверять всему миру это важно применять свою интуицию потому что во времена такого великого перехода интуиция наше все поэтому чувствуете через тело спрашивайте себя а что я чувствую разговаривая с этим человеком если где-то стоит кольнет дискомфортно отзовется значит этому человеку просто не стоит доверять поняли да как работать с этим тут возможно какие-то вот обманы то не так поездки возможно ли поездки по карте солнца однозначно да если вы собираетесь в отпуск если вы вообще планируете какие-то поездки у вас все сложится все получится профессиональные ваши вопросы давайте смотреть по десятому пункту король мечей смотрите вы в профессиональной сфере зависите от какого-то человека который может быть довольно жесток и агрессивный может быть и начальник этому может быть и да кто угодно кто имеет влияние отрицательное кто высказывает отрицательное мнение непринятие допустим вас как профессионал забейте просто забейте учитесь себя оценить и более помогу вы очень многое можете одиннадцатая позиция друзья и сотрудники сотрудники соратники на паш мечей тут у вас есть человек неважно мужчина это или женщина вообще карта называется паш мечей но изображена девушка то есть этот у вас есть человек который готов идти с вами вплоть до того что разведку да человек вас помоложе это могут идти прослеживаться у кого-то напоминаю расклад общий дал кого-то могут проигрываться младшие родственники кто-то могут проигрываться младшие вас друзья подруги коллеги и так далее то есть может быть воздушной стихии а может быть просто люди которые готовы за вас вот голову отдать до как говорится готовы за вас и в огонь в воду присмотритесь к таким людям учитесь их благодарить 12 позиция препятствия и затруднения каких препятствий и затруднений вам ожидать тут уже жезловый паш выпадает узнать эмоциональность каких-то опять-таки людей помладше вас может вызвать а это тоже могут дети просматриваться да это тоже могут у всех разные жизненные ситуации могут просматриваться и коллеги могут потому что вы работаете там педагогом да и у вас целый класс подростков и конечно же может проиграться и такое то есть препятствия затруднения вообще они незначительны главное на них эмоционально не реагировать по этой карте эти препятствия потому что паша это что-то маленькая да и что-то детское но это также может проигрываться и ваша личная безответственность и эмоциональность да у многих и так проиграется будет для вас препятствием развития тринадцатое влияние прошлого на настоящее очень интересная позиция по четверки мечей а это речь конечно о линии о прокрастинации о бездействии если вы раньше когда-то не приучили себя быть браться до доводить дела до конца браться сразу как только допустим это необходимо да как либо как только придумали либо как только обстоятельства вынуждает то вот вы и дальше так будете себя вести а потом переживать и разочаровываться у меня ничего не получается да то есть не зависайте не останавливайте себя не замирайте поймите пожалуйста на движение это жизнь во всех сферах во всех сферах вопрос насколько надо проявлять активность в этом движении допустим эмоционально это уже другой разговор друг другая позиция но если вы постоянно бездействуете то но разочарование тут конечно они на вас накинуться прям со всех сторон влияние настоящее на будущее давайте посмотрим каково у восьмерки кубков есть риск что вы можете уйти от того потенциала который предназначен вам можете сомневаться на своем ли вы сейчас месте находитесь а нужно ли вам тем заниматься чем вы занимаетесь да и если такие вопросы возникают я вас поздравляю тоже хорошо потому что вы сейчас находитесь на той точке отчета которая может вам вот прям по этой карте заявить что вы от себя бежите от своих возможностей спрашивайте себя отправляйте запросы во вселенную что мне сейчас нужно делать где мне нужно себя проявить так теперь то что неизбежно то что неизбежно для вас по двойке жезлов придется принимать какие-то решения самостоятельно и я всегда вас к этому призываю то есть выходите из позиции жертвы и если вы все еще ищите виноватых своей жизни и хотите без конца кого-то спрашиваете а стоит ли а нужно ли мне это никто за вас ничего никаких решений во первых не имеет права принимать во вторых вам это не нужно вас это будет точно тормозить и стопорить выходить выходите из позиции жертвы будь тебе активным берите ответственность своей жизни на себя потому что это неизбежно так это продиктовано реалиями нынешнего времени и давайте смотреть и тук конечный итог вашей ситуации что он то скажут карты рыцарь жезлов смотрите если меня осмотрят девчонки одинокие то очень возможна встреча с человеком где-то от 25 до 40 так приблизительно такой возраст если меня смотрят мальчики то у них тут будет увеличиваться активность эмоциональная физическая тут рекомендуется кстати спорт вот и может быть вы и действительно и займете спортом у всех разные ситуации жизненные да потому что подписчиков много смотрит меня много человек и только хороший вы знаете жезлы это всегда огонь это всегда стремление правда тут маловато анализа и маловато стратегий но я думаю вы наверстаете когда выйдете разочарование посмотрев мой расклад когда вы поймете что всегда все в этой жизни можно изменить я вас обнимаю всего доброго я вам покажу а и